Кровавый теракт в Израиле. Убиты двое израильтян, третий в больнице. Террористу удалось скрыться. Его ищут больше, расскажет Сергей Ослендер. Относительно спокойный период после ножевой антифады, похоже, закончился. Утром молодой араб вошел в здание одного из предприятий в промышленной зоне Баркан. Там работают тысячи палестинцев, да он, собственно, и сам работал на этом предприятии, поэтому, наверное, никто не обратил на него внимания. Поднявшись на этаж, где находилось управление компанией, палестинец вытащил автомат и начал в упор расстреливать сотрудников израильтян. Пострадали три человека. Двое, мужчина и женщина, позже скончались в больнице. Еще одна женщина, ее обнаружили закованной в наручники, сейчас в критическом состоянии, находится в реанимации. Самому арабу, пользуясь суматохой, удалось скрыться. Теракт вышел очень резонансный. Его сейчас обсуждают в Израиле и даже обсуждали на заседании правительства. Я открою заседание с происшествия в промышленной зоне Баркан. Это очень серьезный теракт, в ходе которого были убиты с особой жестокостью два гражданина Израиля. Еще одну израильтянку ранили. Силы безопасности преследуют убийцу. Уверен, что скоро он будет схвачен и предан суду. Я хотел бы выразить от своего имени и от имени всех членов правительства соболезнования семьям погибших, а также передать нашу надежду и наши молитвы за скорейшее выздоровление потерпевшей женщины. Личность убийцы установлена. Это 23-летний араб из Тулькарема. Сейчас его разыскивают. В квартале, где он жил, идут обыски. Район происшествия оцеплен войсками. Туда переброшены дополнительные силы полицейского спецназа. Накануне теракта у себя в фейсбуке араб написал о намерении его совершить. На заседании правительства принято решение усилить меры безопасности в районе Баркана. Сейчас туда перебрасывают два дополнительных армейских батальона. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.